День с толком Смотрите в этом выпуске. 81 случай сегодня в крае рекорд по числу заболевших коронавирусом. День пропавших детей. Почему они теряются и как этого избежать? Последнего звонка не будет. Впервые школьный выпускной придется праздновать онлайн. Начнем выпуск, как всегда, с новых цифр. 81 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован сегодня в Алтайском крае. С начала пандемии это абсолютный рекорд. Таким образом, общее число инфицированных в регионе – 1406 человек. Больше всего ковид-19 бьет по Барнаулу. Выявлено 610 больных. За выходные произошли небольшие изменения в статистике по Змеиногорскому району. Там 249 зараженных жителей. В Бийске – 123, в Рубцовске – 59, в Новоалтайске – 31. Сегодня во всех школах страны должны были зазвенеть последние звонки. Однако из-за пандемии выпускники впервые прощаются со школой онлайн. С нами в студии Полина Жданова. Она разбиралась в этом вопросе. Полина, ну как настроение у выпускников? Да, Андрей, здравствуй. У выпускников настроение, как и у их родителей, грустное. Тем более, что они готовились к прощанию со школой с 10 класса. Последние звонки сегодня для всех звучали онлайн. Поздравления и видеообращения к учащимся их педагоги записали и разместили на школьных сайтах. Мы бы сильно хотели, чтобы и последний звонок, и выпускные вечера прошли. Потому что для ребятишек это знаковые события в их жизни. Но есть законы, которые мы не имеем права нарушать. Больше всего, конечно, расстроены девочки. Сегодня остались без бантов и белых фартуков. Мало того, они переживают, что и выпускных вечеров не будет. А ведь они придумывали прически, образы, макияж. Многие шили платье на заказ. Платье точно не успею походить. Оно длинное, пышное. Даже если мы будем где-то праздновать за городом, то все равно в нем не удастся повеселиться. Если денег за платье уже не вернуть, то средства за организацию выпускного родительские комитеты начали отдавать назад. В 42-й Барнаульской гимназии это 15 тысяч с ученика. Несмотря на, казалось бы, экономию, родители практически всех школ города и края жалеют, что ярких воспоминаний у их детей не останется. Конечно, мы все очень расстроены. Потому что у нас не будет красивых фотоальбомов, у нас не будет красивого фильма о том, как дети учились в 11-м классе. Но, с другой стороны, все-таки прощание со школой. Хотелось, чтобы оно было настоящим, чтобы дети последние уроки побыли каждый на своей партии. А вот жители Санкт-Петербурга все еще верят, что выпускные пройдут. Правда, значительно позже срока. Питер сейчас с нами на связи и готов сказать пару слов. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Кудлай Евгения. Я мама выпускницы Санкт-Петербургской гимназии номер 209, Павловской гимназии. И, конечно, хочу сказать, что Петербург не так представлял себе выпуск 2020. Конечно, каждый родитель, наверное, устроит, выделит как-то этот день в своей семье. Но традиционных празднований, конечно, безусловно, детям очень не хватает. И от этого им немножко грустно. И все-таки сегодня почти во всех школах готовили онлайн-челленджи, сюрпризы для родителей, видеофильмы, зарисовки, создавали праздничное настроение. Ведь грустить в этот день, если и принято, то совсем чуть-чуть. Я уверен, что ребята, которые так, как настоящие герои, с успехом справились, с удаленным обучением, правильно отнесутся и к новой традиции. А может, традиции, может, это будет единственная за всю историю школы Алтайского края виртуальным последним звонкам. И в завершение еще раз о выпускных. Родительские комитеты школ разделились на тех, кто отменил все брони и планы и оставил детей без неофициальной части, и на тех, кто продумал несколько вариантов, в том числе отметить окончание школы в конце лета, когда выпускники сдадут все экзамены. Получится это или нет, зависит от пандемии. Но что бы ни произошло, уникальный последний звонок по интернету все же запомнится, хотя бы тем, что он единственный в своем роде. А мы продолжим. Накануне мусульмане всего мира отмечали большой праздник Ураза-Байрам. Правда, на этот раз он прошел необычно. Из-за режима самоизоляции мечети были пусты. Почему для мусульман карантин – понятие привычное, и как все-таки отметили праздник, расскажет Илья Кочетков. Раннее утро праздника Ураза-Байрам – конец священного месяца Рамадан, месяца, когда мусульманам много сотен лет назад был дарован Коран. Обычно в это время и тротуары, и вся прилегающая к Барнаульской мечети территория полна людей. Вот как это выглядело, к примеру, еще в прошлом году, но не сегодня. Крайне необычное ощущение. Ты в мечети, в разгар одного из главных мусульманских праздников, и здесь почти никого. Обычно едва-едва пробираешься. Обувь, сидящие люди. Но порядок есть порядок. Фагим Хазрат говорит, в среднем в большие праздники в мечеть приходит около пяти тысяч верующих. Но уже в марте, когда объявили об ограничениях, храм опустел. Теперь здесь только сам главный имам соборной мечети и его помощники. Фагим Хазрат поясняет, понятие карантина упоминается в самом Коране. Многовековое правило утром в этот день встать, помыться, надеть чистую одежду и пойти в мечеть на праздничную молитву. На этот раз изменили. То же самое он должен встать, покушать сладкое, финики или что-нибудь подобное. Ну, и тоже одеть самые лучшие одежды свои. Ну, все совершать это дома. Он признается, на его памяти не было такого, разве что в советское время. Барнаульская поэтесса Фрида Габдраупова рассказала нам, что верующие уже проходили через подобное. Я выросла в мусульманской семье, в которой дедушка был еще и мула. У нас в Барнауле долгое время не было мечети, поэтому все мусульмане собирались в каком-то частном доме. Мы дети, конечно, не были на таких праздниках, но тем не менее мы знали, что вот Корбан-Барам, Урзай-Барам есть, и мы, конечно, к ним готовились. Еду национальную, гости, поздравления, все как полагается. Как и другие верующие, она отмечает Урза-Барам дома в кругу семьи. Следующее большое мусульманское торжество, Курбан-Барам, состоится через 70 дней. Верующие надеются, что в следующий раз отметят праздник традиционно все вместе. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком. Хотел посвятить жизнь морскому флоту, а посвятил людям. Уже около 20 лет отец Андрей служит настоятелем Заринского вознесенского храма, который под его опекой буквально расцвел. А еще батюшка реализует социальные проекты. Подробнее о необычной судьбе священника и его, на первый взгляд, обычных делах, расскажет Валентина Аскерова. Настоятель Заринского вознесенского храма, отец Андрея, служит Богу и людям уже четверть века. И неважно, сколько на службе прихожан, сотни или всего один, как сейчас, во время пандемии. Говорит, сама судьба привела его к Богу, хотя изначально на пути у отца Андрея было несколько дорог. Крестился подростком, затем армия, Черноморский флот. Думал, станет военным, пока не увидел вещий сон. Приснился священник, который благословил меня и сказал, иди на службу в церковь. Я вот пришел до сего дня, вот в церкви пребываю. Только однажды отцу Андрею пришлось покинуть приход. В 2006 году его командировали в Чечню. Унес свою службу в палаточной церкви, окроплял святой водой солдат, молился за них. Как молится о своих детях, он думал, что сыновья пойдут по его стопам, но каждый из них выбрал свою дорогу. У меня духовник есть, который живет на святой горе Афона, я с ним связался. Он сказал, что если Богу угодно, чтобы они были священными служителями, то они ими будут. А если не угодно, то не нужно их тянуть за шиворот в священники. Ну, так я и поступил. Младший сын отца Андрея сейчас проходит комиссию, чтобы продолжить службу в армии. Старший теперь работает на производстве. ПЕСНЯ На этом видео неродные дети батюшки, хотя любят их, как своих. На кадрах выступления воспитанников младшей группы воскресной школы. Ее создали при храме. Посещают занятия дети малообеспеченных прихожан. Но пока здесь непривычно тихо. Пандемия. Несмотря на то, что ученики воскресной школы сейчас дома, через своих родителей передают такие чудесные рисунки, которые украшают храм. Именно храму и его процветанию батюшка посвятил большую часть своей жизни. Каждый день на протяжении 17 лет он делал все, чтобы рядом с единственным крестильным храмом появился большой церковный комплекс – островок со своей атмосферой. А это приют для бездомных «Надежда». Шесть лет назад отец Андрей на деньги президентского гранта выкупил здание бывшей школы в селе Староглушенко, что в 20 километрах от Заринска. Это, к слову, единственный церковный приют в Алтайском крае. Священник здесь бывает постоянно. И даже сейчас, в период пандемии. Маски давали? Антисептики? А что вы их не носите? Почему? Здесь? Вообще, в приюте. Здесь никто не ходит. В самом деле здесь живут как дома. А дома, как известно, маски надевают только если кто-то болен. Сегодня у обитателей приюта «Надежда» обычный день. Кто-то собирает папоротни, кто-то следит за скотиной, кто-то работает в огороде. К слову, постояльцы выращивают овощи не только для себя, но и для трапезной Вознесенской церкви. Здесь я научился работать многому. Здесь коллектив хороший. Все живем дружно. Нашел общий язык. Церковь есть. Хотели бы вернуться, может, в Заринск устроиться куда-то или пока нет? Я по своему образу думаю, что мне не стоит пока тогда. Хотя у меня есть возможности. Конечно, молодой. Надо подождать маленький. Еще не до конца дошел до того, чтобы знать и верить в себя. В доме он под тремя или четырьмя матрасами лежал. Ни окон, ни дверей. В декабре стужа была. Как раз те зимы были, помните, под 40 градусов мороз. Достали. Он глухонемой, еще и слепой. Сделали ему паспорт, потом сделали ему операцию. Видите, теперь он совершенно не слепой. За здоровьем жителей приюта следят фельдшеры местного ФАПа. Взаимодействие налажено из ЦРБ Заринска. Набравшись сил, постояльцы, как правило, уходят из надежды. Устраиваются на работу и даже обзаводятся семьями. Ну, смотря как уходят. Есть те, которые только вчера пришли, и только из-за того, что ему здесь не дают выпить, они уходят. Тут грустно, что человек все-таки сам не хочет своими руками себя спасти. Многие очень вернулись в жизнь. И даже в той же ЦРБ Заринска у нас есть несколько семей, членами которых являются наши бывшие воспитанники. К вечеру отец Андрей вновь возвращается в храм, молится за всех. Учитывая ограничения, связанные с распространением коронавируса, он обратился к прихожанам с просьбой. Из любви к ближнему воздержаться от посещения храма, если есть признаки ОРВИ. Как остановку сделал Господь, что мы все немного посидели дома, подумали. Но ведь сама жизнь не остановилась, говорит батюшка. Она продолжается, хоть и стало немного сложнее. Пожертвований теперь заметно меньше, но люди помогают, приносят самое необходимое. С масками нам помогло наше городообразующее предприятие. Мы всем людям, которые сейчас в храм приходят без маски, раздаем им бесплатно, чтобы они могли в храм зайти в маски. Но антисептики нам тоже помогли, благотворители. Партия дезинфицирующего средства пришла от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Антисептики раздали по местным приходам для использования в храмах. Только так, соблюдая все меры предосторожности, можно сберечь здоровье и вернуться к привычной жизни. Отец Андрей и прихожане храмов его благочиния надеются, что случится это очень скоро. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Приняли решение перенести речь о рынке на площади Спартака. Горожане неоднократно обращались в администрацию Центрального района с просьбой освободить площадь, имеющую историческую ценность, от торговли. Подробности в нашем сюжете. Картина, которая уже стала для многих привычной. Площадь Спартака ежедневно заполнена практически до отказа. И пандемии этому тоже не помеха. Когда-то здесь официально разрешили пенсионерам продавать овощи и фрукты со своих дач и огородов. И установили для этого специальные торговые места. Но по соседству с ними развернулась незаконная, но бойкая торговля не сертифицированной продукцией. Стихийные торговцы со своим товаром на картонных коробках вместо торговых лотков создают неудобства для пешеходов. Мешает разворачиваться автобусом. Здесь постоянно торгуют. Сегодня пасмурная погода. Видите, народу много. А когда солнечно, вообще не пройти. Приходится обходить людей, чтобы попасть на свой автобус. Лучше перенести эти ряды отсюда. Убрать. Как бы лицезреть не очень приятно вот эту сторону. Официальный рынок все чаще превращается в несанкционированный. Торгуют уже не только пенсионеры рассадой, но и другие продавцы. Мясом, молоком, медом. В целях обеспечения безопасности, в целях сохранения исторического облика площади, было принято решение перенести торговые лотки. С учетом обращений граждан, которые поступали с данных территорий, для обеспечения, опять же, удобства населения, поскольку они будут максимально приближены к жилой зоне, будут установлены торговые ряды. Именно с учетом мнения населения. Известно, что оборудованные торговые места перенесут в ближайшее время. Те самые, официальные, для пенсионеров. Пожилые смогут торговать свои продукции по другим адресам. На продовольственных ярмарках по улице Никитина и на пересечении Социалистического и Чекалова платить за торговые места им не придется. Что касается площади Спартака, то от стихийного рынка здесь тоже планируют избавиться. Администрация района продолжит проводить рейды совместно с полицией и штрафовать нарушителей. Кстати, штраф за такую торговлю варьируется от 500 до 3000 рублей. Никита Ермаков. День с толком. Между тем, в селах края продолжается установка мусорных контейнеров. В Павловском районе ранее эта работа велась за счет средств рекоператора эко-комплекса и его подрядчика. Сейчас емкости устанавливают за счет бюджетных средств. Теперь в районе осталось только два населенных пункта, в которых пока контейнеры не появились. Далее в сюжете. Мусорная реформа дошла и до малых сел. С начала года в Рогозихе стали вывозить отходы. За счет бюджета края и района поставили семь вот таких контейнеров. Мусоровоз приезжает по графику. Здесь это раз в неделю. Для Рогозихи достаточно. Всегда полные. Бывают половинчатые, но не было так, чтобы пустые бункера. Всегда есть мусор. Естественно, проще вывозить с контейнеров, потому что это эстетично. То есть санитарные нормы, гигиенично и удобство для населения. Ты не ждешь машину, а непосредственно выбросил мусор. Большинство жителей села нововведения приняли хоть и не сразу и нашли в нем свои плюсы. Как ни странно, это оказалось экономичнее. Раньше нужно было мусор складировать у себя дома, потом вывозить на свалку. Не каждый имеет возможность, не каждый имеет транспорт. Это надо было искать транспорт, нанимать, платить деньги за это. До введения новой системы проблемы были и у юридических лиц. Несмотря на это, заключать договор с рекоператором многие организации не торопятся. Хотя, например, в школе новая система пошла на пользу. Раньше мы заключали договор с компаниями села Павловск, с предпринимателями Павловского района. Ну, это были определенные сложности и трудности. А экокомплекс работает по графику. График не нарушается и отходы выводятся вовремя и в срок. Чтобы не было скопления мусора в бункерах, при их установке всю территорию Рогозихи условно разбили на зоны. Расставили емкости так, чтобы куда жители не отправились – на работу или в магазин. Им всегда было удобно выносить отходы. При этом местные власти не отрицают. Обсуждение реформы на сходах проходило эмоционально. Сначала, конечно, с возмущением и непониманием, для чего это требуется в сельских условиях. А потом поняли удобство и стали пользоваться ими. Сходов было несколько. Обсуждалось это все очень долго и бурно. А теперь жители Рогозихи активно включились в мусорную реформу. Изучают, какие отходы нельзя складировать в бункеры и следят за порядком. Поэтому сельсовету даже не пришлось нанимать персонал для уборки площадок. Андрей Дрейр, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в мире тот день, когда зажигают свечи, чтобы осветить путь домой пропавшим без вести детям. За 10 лет в России потерялись десятки тысяч, а в нашем регионе 30 детей. Большую часть находят живыми, но есть те, кого до сих пор не нашли. Почему они пропадают? Как их ищут? И что делать, чтобы ребенок не потерялся? Об этом в нашем сюжете. Многоквартирный дом, в двух шагах заброшенный парк. Детской площадки детям не хватает. Они идут сюда и зачастую пропадают. Юбилейный, самый большой парк в городе. На площади 50 гектаров развернулись настоящие джунгли. Это уже давно заброшенная часть Барнаула. Здесь может потеряться даже взрослый, что говорить о детях. Здесь мы видим, что валяется шина, и ему будет неглубоко. А немного дальше, возможно, скроет полностью. По Барнаулу не так много таких мест, но да, они опасны, они затягивают. Детям интересно, что внутри. Там же плавают лягушечки, пиявочки. Звонок у заперштаба, особые приметы и геоданные. Все, что нужно для поисков. Супружеская пара Надежда и Владимир ищут пропавших даже в пандемию. В поисковом отряде Лиза Алерта не больше года. На помощь приходят в любое время, даже если часы бьют полночь. Идем в лес, идем в город, ищем ночами. Дома не появляемся по нескольку дней. Но это того стоит. По данным Лиза Алер, только с начала этого года в стране потерялось 1717 ребятишек. В Алтайском крае 30, двое из них погибли. Как правило, подростки уходят из-за конфликта в семье. Маленькие дети просто теряются или исчезают с незнакомцами. Мы проводили этот эксперимент два раза, и, к сожалению, статистика оказалась плачевной. Лично со мной даже уходили дети от 4-5 лет и до 13. Уводил сразу двух братьев, например. И я ходил минут 10 с ними по парку, и они даже ни о чем не заподозрили, не задумались. Тигренок, мороженое, встреча с мамой. Малыши клюют на любую приманку. Эксперимент Лиза Алерт прошлого года показал. Из 54 детей с чужими ушли 46. Если мы объясняем своим детям, вы объясняете своим детям о том, что нельзя ходить с незнакомым, нельзя уходить за гаражи, уходить далеко с площадки. Вот твоя территория, где ты можешь безопасно гулять, и с тобой ничего не случится. То ребенок и не уйдет, не пропадет. А еще детям обязательно нужно объяснять, что враг, который может их похитить, выглядит как обычный человек, а не злодей. Если это маленькие дети, они уверены в том, что злодеи, те, кто хотят их похитить, выглядят как герои в сказках. То есть это какая-то баба-яга, это какой-то мужчина, ну, очень страшно выглядящий. На самом деле все не так. На самом деле, если дети пропадают, и если случается так, что их уводят, это обычные люди. В Америке система поиска детей более отлажена. Если ребенок играл на детской площадке и пропал из поля зрения, то об этом тут же сообщают в полицию. У нас же тянут до последнего, говорят поисковики, и могут сообщить о пропаже спустя сутки. А ведь время самое дорогое в поисках. С каждым днем шанс найти ребенка живым ослабевает. В России 46 детей, которых нет ни в списках найденных, ни в списках погибших. Среди них и девочка из Алтайского края Ксюша Бокова. Ее поиски продолжаются уже 6 лет. К слову, сегодня во всем мире неравнодушные повяжут голубую ленту на запястье, запустят воздушные шары в небо и зажгут свечи в честь тех, кто пока еще не нашел дорогу домой. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok